СТАВРОПОЛЬЯ Первая помощь может и должен оказывать каждый человек, независимо от того, имеет он медицинское образование или нет. И именно сегодня мы хотим показать, что с любой ситуацией может справиться каждый. Мероприятие проходит раз в год, во вторую субботу сентября, когда во всем мире отмечают день оказания первой медицинской помощи. Для жителей Ставрополя открываются несколько площадок. В каждой из них преподаватели и студенты медицинского университета рассказывают и показывают на манекенах, как можно помочь людям при определенных травмах. Первым делом мы можем с помощью своей руки остановить кровотечение. Выше пореза, прокола, какого-либо механического поражения своей же рукой мы придавливаем. Это станция оказания первой помощи при кровотечениях. Зрителей она собрала немало, ведь подобные травмы могут случиться абсолютно с каждым. И научиться вовремя останавливать кровь не помешает никому. Следом за это еще несколько площадок. Помощь при переломах, обморок и правила неотложной помощи детям на дому. Но, пожалуй, самый большой ажиотаж вызывает станция сердечно-легочная реанимация. Запрокидываем голову, закрываем нос. Второй рукой держим челюсть. И делаем вдох-дох. У нас в Ставрополье довольно часто бывают аварии. И очень часто люди паникуют и не знают, что им делать. И с помощью этого праздника они научатся и смогут оказать первую помощь. Зная элементарные правила первой помощи, ставропольчане смогут сами сохранить жизни множество людей. Для этого Алла Муравьева и участвует в конкурсе «Что мы сделали для Ставрополья». Мы хотим, чтобы этот проект жил. Мы хотим, чтобы к нам примыкало все больше и больше людей. Потому что это, я считаю, что очень-очень важно для жителей города. Это самый, на мой взгляд, социальный проект. Тамара Годомская и Владимир Кириллов. АТВ Ставрополь.